Привет, друзья мои, это Егоров. Сам я лечу нервы в горах, но записываю чужие медиа-скандалы. Первая новость. Володя XXL не присутствовал на последней тренировке на спорте и, судя по всему, покидает самобытную команду. Можете меня поздравить. Говорят, что Володя уже перешел в Броуки, на что он сам не раз намекал. Мне, как президенту Броуков, об этом до конца неизвестно. Мне он говорит, я пока не знаю, а выкладывает у себя в ТикТоке и в Инстаграме так, как будто он уже у нас. А вот предложение я уже озвучивал. Володя XXL, можешь сказать ли он в Броуках? Нет, вообще нет. Переговоры ведутся. Я думаю, что в течение какого-то времени вы знаете, но пока прям далеко до этого. 400 тысяч рублей? Вообще нет. Меньше? Мы сказали только, что в период сани, сколько мы готовы ему предложить. Это 30 тысяч в месяц плюс 10-10 за майс. Да. Впрочем, можно ожидать, что помимо контракта от Броуков, Володя подпишет соглашение с Бэтбум. Блестяще сыграл с Тверью в матче Кубка России, победил и теперь едет в Питер в стадию 1-64 финала. Это демон все купил! Эй! Эй! Это демон все купил! Но и на этот раз не обошлось без скандала. Футболист Твери, Камиль Закиров, после матча накричал на судью и ударил по камере Ваня из Неклассика. Я тебе не люблю платить, я тебе не буду. Ты нахуй задержал, ты там будешь, ты бери. Реб, они вестали за... Да ну нахуй, ты ебал, брат. Я в рот ебал, ты там. Что случилось? Убери. Еще раз, что произошло? Сначала Закиров говорит судье Сельдякову, что у него нет яиц. Я тебе не буду платить, я тебе не буду. Ты нахуй задержал, ты ты тут будешь? Ну а затем бьет по камере. Что случилось? Убери. Теперь Закирову грозит грандиозный штраф от 200 до 500 тысяч рублей, а также длительная дисквалификация. Но есть одна деталь, чуть-чуть оправдывающая Закирова. Естественно, футболисты в каждом матче что-то договорят судье, но журналистов в этот момент присутствовать в официальных играх не должно. Так что, если бы Ваня Кириллова из Неклассика не было рядом, то никто бы не узнал о том, что Закиров сказал Сельдякову, и никто бы, конечно, никого не ударил по камере. Что случилось? Убери. Но Закиров, извини, такие дела. Это медиафутбол. Ты сгораешь, и об этом все знают. Я в рот ебал, ты там. Также хочется выразить максимальный респект Сельдякову. Во-первых, у него есть яйца, потому что есть трое детей. Во-вторых, он действительно классно отработал матч, он вообще идеальный судья для медиафутбола. Ну и в-третьих, Сельдяков тот человек, который может улыбнуться и понимает, как общаться с Васей Мавлиным. Все моменты меня за майку тянут, не свистите. Так же, хуёво судил. Ну, факт. Из Твери перемещаемся в Иваново, где Тудротс прекрасно играли с текстильщиком лучшей команды второй лиги на данный момент, но, к сожалению, проиграли в серии пенальти. Не обошлось без скандала и здесь, потому что болбой текстильщика болел за Тудротс, что не понравилось администратору клуба, и он дал пацану леща. Начинается второй тайм. Команды меняются полями. Я подхожу к воротам, где стоит Дима Сычёв, и вижу, стоит мальчик лет восемь. И он на протяжении всего матча помогал командам приносить мячи, которые вылетали из игры. И я смотрю на его взгляд, который направлен на Диму Сычёва. Взгляд, я не знаю, ребят, возможно, вы видели такие взгляды. Люди, которые нереально влюблены во что-то, которые нереально чем-то увлечены, это вот этот взгляд. Я, естественно, понимаю то, что, скорее всего, мальчик болеет за команду Тудротс. К нему подхожу, спрашиваю, сколько ему лет, чем он занимается, и спрашиваю, за кого он болеет. Он отодвигает манишку, показывает логотип текстильщик и говорит, ну, я болею за команду Тудротс. Потом мы с ним что-то поговорили немножко, он мне рассказал то, что он давно за ними следит, рассказал то, что он просто не верит, то, что они приехали в его город, то, что он поздоровался со Сланоном, с Кареном, ну, вообще, со многими ребятами из Тудротс, и просто, ну, невероятно счастлив тому, что сейчас происходит. Тут у нас опасный момент, у ворот, и он начинает поддерживать Сыча. Кричит Сычев, давай, ну, или что-то такое. Тут подлетает мужик какой-то, не знаю, кто это, администратор команды Текстильщик, или какой-то, ну, не знаю, в общем, человек, который как-то причастен к команде Текстильщика. И отвешивает ему такой подзатыльник, что я думала, что еще вот чуть-чуть, у него просто голова оторвется. И дальше следуют фразы. Ты какого хрена вообще здесь делаешь? Ты за какую команду болеешь? Ну, и далее, 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 пошел прям гон. Текстильщик сообщил, что администратор, который дал Леща и мальчик Булбой, тут же пожали друг другу руки и претензий не имели, и что администратор якобы извинился. Понимаем обиду администратора и его огорчение, что местный парень болеет не за команду из Иваново, но что уж тут поделать, если молодежь в последние годы росла и на Амкале, и на Тудротс. Это надо принять в профессиональный футбол. А вы болеете за Тудротс? За текстильщик, да? Но вы с ребенком? Да. А ребенок за кого? За текстильщик. За текстильщик кто-то? Ты за текстильщик или за Тудротс сегодня болел? За тех, и за тех. Ну, то есть все-таки у тебя есть симпатия к Тудротсу, и ты переживал за пацаном? Да. А расстроился, когда узнал, что, ну, когда Тудротс проиграли? Не особо. Не особо. То есть все-таки больше текстильщик, да? Ну, я просто занимаюсь текстильщик. О трансферах. Броуки достигли соглашения с Ильей Кожухарем. Тот самый человек, который толкнул Чужого после того, как Чужой, соответственно, в Кожухаря влетел. Кожухарь играл во второй лиге, забил более 10 мячей, что для 22 лет не так-то и плохо. Теперь Кожухарь в броуках. Я подошел после игры. Я подошел к Чужому. Хотел извинеться. И в руку ему даю, и просто мимо проходят. Мимо меня проходят. Я могу сказать одно. Илья новый нападающий нашей команды. Он забьет ебейшее количество голов. О подписаниях Амкала пока ничего неизвестно. Наоборот, у многих игроков заканчиваются контракты. У меня закончился контракт. Все, я завтра уезжаю. Куда? Разница на просмотр. И вот уже становится ясно, что контракт с Амкалом подписал Арсений Левшук. То же самое совсем скоро сделает Алексей Гасилин. Но большинство болельщиков интересуются, а что же с Прокопом? Тем более некоторые клубы готовы дать ему большую зарплату. Есть предложение. Хорошие деньги. Да? Наше мнение, что Прокоп никуда не уйдет, потому что нет смысла. Деньги он и так зарабатывает, но Амкал дает ему футбол и возможность хранить не только популярность, но и высокий уровень принятия и любви публике. Ну, если это будет действительно хороший ведущий, ну, клуб, который там борется на выход, но не выживание, то, естественно, я сделаю максимум для того, чтобы Прокоп оказался в профессионном клубе. Неясна также ситуация с Васей Мавриным, но нет ни одной причины считать, что он покинет команду. Тем более матч с текстильщиком он заканчивал с капитанской повязкой. Это выгодное сотрудничество и для Васи, и для Германа, который хоть и может говорить, что всякие интересные эпизоды, которые происходят вокруг поля, не для него, но все равно Вася тот человек, который в каждом матче дает море контента. Васечку мы очень любим, Амкалу нужен. Ну и последнее о скандалах. Активизировался Сипскан. Сначала он повздорил с Филом из реалити и сказал, что сделает на него разоблачение. Вот так это звучало. Филу не нравятся твои очки. Филу? Да. И что? Я, видимо, настолько должен быть от него зависим. Мне Фил в принципе не нравится. Пускай не одевает себя на пресс-конференции. Он очень сильно на тебя наехал. Я бы ты не сказал сильно, блядь. Сильно это когда меня пиздили, блядь, когда я кого-то пиздил. А сейчас что, пообщаемся. Сейчас я еще вкину, чтобы у него очко разгорелось до масштаба вселенских. И посмотрим, блядь. Ну а другое разоблачение на Текилу и Саслана Гатагова уже готово. Больше года ребята, находясь в одной команде, скрывали. Ну, удавалось точнее им держать в тайне эпизод из прошлого. Но Сипскана его показал. Для тех, кто был в медийной и профессиональной футбольной тусовке, не секрет. Действительно, Саслан получил вторую травму в момент того, как подрался вместе с Саней Текилой за одну сторону против других в одном из кинотеатров. Что ж, теперь это достояние общественности. Да, эти и другие наезды Сипскана в последнее время жесткие. И интересно будет ли ответ. Ну а будет ли он, вы узнаете из следующих выпусков медиаскандалов. Еще раз, половина из нас могут находиться в горах и лечить нервы. Но в медиафутболе ничего не изменится. Рассказывать всегда будет о чем. Пока.